Приветствую! Жили в одно время два Харпера-блюзмена. Оба были высочайшего мастерства профессионалов своих лет. Оба оставили след в истории и оказали огромное влияние на развитие музыки, ну, блюза в частности. Одного звали Сони Бой Уильямсон, а другого Сони Бой Уильямсон. Давайте поподробнее. Начнем вот с этого. Настоящее имя Джон Ли Кертис Уильямсон. Родился на юго-западе округа Мэдисон, что в штате Вирджиния, 30 марта 1914. Отец его почил этот мир, когда он был младенцем. И его растили мать Нэнси и отчим Рэй Уильямсон. В 11 ему на Рождество подарили губную гармонику. И по словам сводного брата, когда он не выполнял никаких обязанностей на ферме, он учился играть на губной гармошке. Ну, слушал старые пластинки на граммофоне и пытался повторять. К 16 годам Уильямсон уже играл в Теннессе и Арканзасе с различными гитаристами, такими как Слипи Джон Эстес и Янг Рэйчел. В 34-м переехал в Чикаго, где процветал блюз. К тому времени он уже был опытным артистом и поэтому быстро освоился в бурлящем котле ярких огней города. Сначала, естественно, он был на подыгрыше, аккомпанимировал, но потом начал исполнять и свои композиции. В 37-м он сделал первую свою запись Good Morning Little School на лейбле Bluebird. КОНЕЦ С 37-го по 45-й он записывался именно на этом лейбле, неоднократно деля сессии с гитаристом Джозефом Ли Уильямсом или еще известным как Биг Джо Уильямс. Ну, считается одним из первых исполнителей песни Baby Please Don't Go. Потом 45-го по 47-й он делал записи на лейбле Victor. Постепенно его игра преображалась, как, собственно, и он сам. Джон Ли помог продвинуть кантри-блюз своих краев к более волнующему городскому блюзовому звучанию. Это была оригинальная смесь интенсивности кантри и электрификации своего звука с помощью фортепиано, баса и ударных. Говорили, что его темп был настолько подавляющим, что он подкладывал подушку под ноги во время сеансов, ну, чтобы заглушить звук своих ног, но при этом сохранить темп. К большому сожалению, однажды летним ранним утром 48-го, когда Джон Ли возвращался домой из клуба, на него было совершено нападение с целью ограбления, в результате чего он был забит до смерти. Вот лишь малая часть его биографии, что удалось отыскать на просторах интернета. Но, тем не менее, считается он как раз тем самым пионером блюзовой губной гармоники. Ну, и, собственно говоря, его музыка говорит сама за себя. И почему же, собственно, Сони Бой? Честно говоря, история об этом умалчивает. Ну, давайте поговорим про второго. Так его называют. Сони Бой Вильямсон II. И наверняка, слыша его имя, Сони Бой, вы видите перед глазами именно этого человека. Он был весьма харизматичный и неоднозначной личностью. С любой точки зрения, как ни посмотри, легенда блюза. На момент своей смерти он имел такой большой стаж, что в начале своей карьеры он успел поиграть с Робертом Джонсоном, а в конце с Эриком Клэптоном. Ну, и с другими столпами блюза. Своенравный, жесткий, недоверчивый, как никто другой, он умел сплести вокруг себя такую сеть дезинформации, что позавидовали бы даже шпионы. Ну, вот, к примеру, его имя. То ли Алик, то ли Алекс, то ли Форд, то ли Вилли, а где-то Райс, в общем, непонятно. А его дата рождения точности не имеет. То есть это где-то между 1897 и 1909. Ну, такой, в общем, мутный тип. Да и о его детских годах в Миссисипи тоже ничего неизвестно. Известно только то, что в середине 30-х он путешествовал по Дельте, работая под псевдонимом Little Boy Blue. Ну, видимо, это еще не имело такого значения, как сейчас. В общем, работал он с такими легендами блюза, как Роберт Джонсон, Роберт Найтхолк, Роберт Локвуд-младший. Вообще, видимо, Роберт популярное имя на то время. Он выступал в забегаловках, на молодежных тусовках, сельских вечеринках, да и просто куда позовут. В начале 40-х он был звездой на радио KFFA, что в городе Хелена, штат Арканзас. Вел первое живое блюзовое шоу под названием King Biscuit Time. Для большого успеха его спонсор стал представлять его как чикагскую звезду губной гармоники Джона Ли Сони Боя Уильямсона. Да, того самого. Ну, чтобы продавать побольше муки, King Biscuit. И теперь становится понятно, как он стал тем самым Сони Боем. Сегодня, конечно, такое вряд ли бы прокатило, а тогда, видимо, на чужом имени можно было хайпануть. Настоящий Сони Боя, как вы знаете, был суперзвездой, и его записи были очень популярны. А вокалы гармоника Миллера имели, ну, не хуже, но просто другое звучание. Однако, ну, кто там разберет в те времена? Ну, он черный, играет на губной гармошке, ну, значит, Сони Боя, так по радио сказали. Так он и процветал в Арканзасе, и когда Джон Ли был убит в Чикаго, Миллер стал, по его собственным словам, настоящим Сони Боя. Он не стремился записываться, хотя часто утверждал, что делал записи в 30-х, но никаких свидетельств этому не было найдено. Лиллиан Макмюррей, владелица студии Trumpet Records в Джексоне, Миссисипи, буквально выследила его до пенсиона, в котором он проживал, и уговорила его сделать записи. Музыка Сони Боя, сделанная между 1951 и 1954 годами, демонстрирует его в лучшей форме. Его вокальные, инструментальные и сочинительские навыки были отточены до совершенства. И хотя его первый релиз на Trumpet Records по сравнению с более поздними записями на Чес выглядел довольно бледно, Тем не менее, сегодня это считается настоящей классикой и представляет собой кабацкую музыку в лучших ее традициях. Субтитры создавал DimaTorzok Другой большой вклад в историю блюза был сделан, когда Сони Бой пригласил в King Biscuit Time звезду Элмара Джеймса. Сони Бой на гармошке, а барабанщик держал ритм и скрытый магнитофон все это записывал, в результате чего Элмар записал первую версию того, что потом станет его визитной карточкой. Dust My Broom Роберта Джонсона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В то время Сони Бой развелся со своей первой женой, которая, кстати, была сестрой Хоуэн Вульфа, и женился на Мэтти Гордон. Это был, пожалуй, самый долгий союз. После этих событий Сони Бой переехал в Детройт, где ненадолго занял место в группе Бэйби Бой и Уоррена, добавив свои потрясающие соло в его записи Blue Lake и Excel в 54-м. В начале 55-го, после выхода сингла на лейбле Ace, Мак Мюррей, ну, та, что в Trumpet Records, продала его контракт Бастеру Уильямсу в Мэмфисе, который, в свою очередь, продал его в Чикаго, Леонарду Чесу. 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 свой арсенал и играл каждую ночь. Он полюбил Европу и остался в Англии, когда турне закончилось. Он начал работать в молодежных клубах и записывался в том числе и с группой The Yardbirds. В блюзовых турах он мог бы быть в большом почете, но только в обстановке молодежного клуба, играя с молодыми белыми ребятами, он пускал в ход те фишки, которые он использовал во время King Biscuit и сводил с ума молодежь. Песня Help Me неожиданно стала хитом Великобритании и всей Европы. Теперь в середине 60-х получил признание, Вильямсон решил поселиться в Европе. Но обзаведясь ярким двухцветным костюмом городского джентльмена, сшитым на заказ, дополненного шляпы-котелком, зонтиком и кейсом, набитым доверху губными гармошками, он рванул обратно в Штаты, в студию Чес на последние ее записи. В 64-м году вернулся в Англию героем. Одна из его последних записей с Джимом Пэджем на гитаре была названа I'm turning to my London, my home, что в переводе я пытаюсь сделать Лондон своим домом. В 65-м он поехал домой в Миссисипи и вернулся на свое радио-шоу King Biscuit. Продолжая носить свой заказной костюм, он подчевал местных историями о своих путешествиях по Европе. Одни верили ему, открыв рот, а другие, кто знал его ближе, им казалось, что для объяснения его подвигов вместо слова Европы нужно было использовать слово Марс. Однако после 30-летних странствий по Штатам и всяческих концертов перед благородной европейской публикой, Сони Бой имел причину для возвращения в Дельту. Он приехал, чтобы умереть на родине. Он заручился поддержкой своих старых друзей, таких как Хьюстон Стейкхаус и Пэг Кёртис. И они возили его по всем местам, где он был в молодости. Иногда он заходил к старым друзьям, а остальное время проводил на берегах реки за рыбалкой. Романтик. Так, 25 мая 1965-го Кёртис и Стейкхаус ждали его в студии на программе «Кинг Бисквит». Но Вильямсон так и не появился. Тогда Кёртис поехал к нему домой и, к большому сожалению, обнаружил его в каравате умершим от, собственно, приступа сердечного. Он был похоронен на кладбище Уайтфилд в Тут Вайлере, штат Миссисипи. И на его похороны пришло очень много людей. Как сказали его друзья, его любила вся страна. В 1980-м он был введен в Зал Славы блюзом. Ну, вот такие вот два блюзмена. И оба, конечно, являются иконой блюзовой губной гармоники. Классная у них музыка. И тех, кто не слушал, ну, советую, советую. Во всяком случае, у второго прям вообще топчик. Ну, всё. Надеюсь, вам было интересно. Удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok